Тон 1. Дело 2. Глава 1. Категория и количество. Непрерывная и дискретная величина. Так как с математикой более-менее все знакомы, эта глава должна быть всем интуитивно понятной. Количество. Если взять несколько одних, то их будет множество. Непосредственно определить много одних можно через категорию количества. Количество это много одних, то есть много одинаковых вещей. В нашем случае это много одинаковых яблок. Есть еще такая категория как величина. Но она не является синонимом категории количества. Величина больше подходит для сравнения двух разных по размеру вещей, когда одна вещь более великая, чем другая, или менее великая, чем другая. То есть два красных яблока. Одно из них больше, второе меньше, чем другое. Чистое количество. Чистое количество это неопределенное количество. Такое количество, которое не имеет границ. Примером этого может служить и картовая система координат. Значения x и y могут быть какими угодно, без каких-либо ограничений. Рассматривая содержимое чистого количества, мы должны констатировать наличие в нем много одних, или нескольких бытиев для одного и бытиев для другого, которые мы обсуждали в прошлой главе. Наличное количество. Наличное количество, которое встает перед нами налицо, то есть то количество, с которым мы обычно имеем дело в повседневной жизни, имеет два момента. Непрерывная величина и дискретная величина. Непрерывная всем знакома по графику синусоиды, ну или любому другому графику, описываемому непрерывной кривой. Кому не нравится кривая, может представить себе прямую, которая не имеет границ со всех своих двух сторон. Дискретное количество проще всего проиллюстрировать цифровым сигналом из нулей и единиц. Когда аналоговый сигнал цифровывают, вместо непрерывного синусоидного графика, получают зубчатый график. Кстати, что аналоговый, то есть непрерывная синусоида, что дискретная, то есть цифровая синусоида, в обоих случаях они не ограничены ничем с обоих сторон. И там, и там у них бесконечность. Несмотря на свои различия, непрерывность и дискретность едины. И тот, и другой момент это количество. На графике одну и ту же синусоиду можно представить как аналоговым, так и цифровым сигналом. Прекрасный пример для иллюстрации единства и различия, когда и там, и там у нас одна и та же синусоида, только первая цифровая, вторая аналоговая. Но если вернуться к нашим яблокам, то на практике мы постоянно сталкиваемся с обоими моментами количества. Если нам надо испечь пирог, то в рецепте будет указано не конкретное количество яблок, которое туда требуется. Ведь яблоки бывают разных размеров. В рецепте прямо указывают, какой вес нужен яблок нам для изготовления пирога. Например, один килограмм. Это как раз и есть непрерывная величина. Мы не можем сказать точно, сколько яблок в штуках и дольках содержится в этом килограмме. Зато когда мы испечем пирог, мы должны будем разделить его на равные кусочки, чтобы каждому досталась его доля. Много равных кусочков пирога это уже дискретная величина. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok